Вечер в Владимире продолжается. Сегодня в нашей студии мой коллега, радиоведущий Максим Кузнецов, который стал победителем интеллектуального шоу «Своя игра» на НТВ. Максим, здравствуйте. И аплодисменты сразу всех зрителей и мои личные. Максим, «Своя игра», небольшая справка, является российской телевизионной игрой «Викториной», которая в свою очередь является российским аналогом американской телепрограммы, название которой переводится как «Рискуй», вот «Рисковать» в вашем характере. Ну, как показала игра, да. Тем более, что соперники были сильные, и по-другому победить было невозможно. Нужно было рисковать, и я рисковал. «Своя игра» стартовала 7 апреля 1994 года на РТР. Тогда на РТР, потом перекочевала на НТВ. То есть получается, что игре уже 23 года. Вы прямо-таки с детства ее смотрите? Ну, разумеется, как только более-менее сознательный возраст наступил, у меня появились свои предпочтения в телевидении, я стал смотреть телевикторины, и своя игра была одной из любимых. А когда поняли, что хочется поучаствовать, и как рискнули действительно заявить о себе? Дело в том, что мы занимаемся интеллектуальными играми во Владимире, у нас достаточно широкое сообщество, и после того, как здесь появились первые успехи, мои, скажем так, коллеги по хобби стали мне советовать подать заявку. Ну, я не считал себя сильным игроком, и, соответственно, долго тянул. Но когда приехал из Москвы один из участников телевизионной версии, достаточно опытный, и я его обыграл, он мне подошел и сказал, давай, пора. Ну, и после этого уже объяснил, как, собственно, подать заявку, и, в общем, я последовал его совету. То есть вот такая маленькая победа, она действительно окрылила и придала уверенности. Да, конечно. И вот что получилось. Давайте посмотрим несколько фрагментов выпуска, в котором Максим действительно проявил себя как настоящий знаток, а потом вернемся в студию. Внимание на экран. Чай 600. Аукцион. У вас 17 900, Максим. 10 у Петра, минус 1900 у Ильдара. 10. 10? Однако, Международный день чая неофициально отмечается 15 декабря, накануне годовщины этого исторического события. Бостонское чаепитие. Браво! Плюс 10 тысяч. Максим. Время истекло. Давайте узнаем, что ответили наши игроки. Как же мы называем эту звезду? Звезду каникулу из созвездия Большого Пса. Ответ Петра. Сириус. Верный ответ, конечно же. Людей мал-мальски знающих астрономию. Это вопрос несерьезный, легкий вопрос. Ставка Петра. 5,5. Ответ Максима. Сириус. Ставка. 1400. Максим уверенно побеждает в нашей сегодняшней игре. Петр, большое спасибо. Максим, примите поздравления. Давненько мы не видели такой сильной игры. Что мне подсказывает, что в своей игре наступает небольшая хотя бы эпоха Кузнецова. В следующей игре радиоведущий из Владимира Максим Кузнецов играет за центральным игровым столом. Эпоха Кузнецова. Отзвучи. Что тогда почувствовали, Максим? Ну, конечно, было очень лестно. И самое, что интересно, все, кто смотрел игру, обращают именно на это внимание. Все, кто звонит, пишет или каким-то другим способом выражает свое удовольствие от моей игры, все именно на эту фразу делают упор. Ну, это очень лестно. И, соответственно, Петр Борисович видел много игроков в деле, и он знает, о чем говорит. Ну, кстати, давайте вот немного о таких заэфирных, может быть, секретах, тайнах, то, чего не видит зритель телевизионной версии программы. Если говорить о Петре Борисовиче, явно видно, что действительно вы симпатичны ему как игрок, потому что он не всегда, наверное, делает такие вот комплименты. Что еще вам удалось заметить, может быть, в характере Петра? Мне очень понравился его голос, который в студии живьем звучит еще лучше, чем по телевизору. И он буквально наполняет своим густым голосом всю студию. И это очень воодушевляет, что ли, не знаю, плюс его остроумие, находчивость, все это в нем есть. И, конечно, многое мы не видим. То есть он как посредник между вопросами и знатоками выступает в том материале, который остается для телевидения. А то, что происходит в студии, это еще фееричнее. А вот отношения между игроками, вы все-таки соперники, это чувствуется? Или на самом деле вы соперники только в то время, когда стоите за игровыми столами? Большая часть зрителей в зале, это, соответственно, игроки, которые ждут в своей очереди сыграть. И, насколько я видел, они общались между собой, даже те, кто приехал из разных городов. Ну, тем более, что раньше пересекались наверняка на съемках, ну, и есть, что обсудить, есть, что вспомнить. И, собственно, всегда вызывают бурные обсуждения вопросы, которые были не отвечены игроками. Естественно, тот, кто сидит перед телевизором или в зрительном зале, он, естественно, на гораздо большее количество вопросов ответит, чем тот, кто стоит за столом. Но, когда встаешь за кнопку, тут уже начинаются интересные превращения. Есть у вас какой-то секрет вот этой, не знаю, концентрации всех знаний, и, может быть, вы умеете как-то абстрагироваться от того, что происходит вокруг? Да нет, на самом деле не умею, и попутно в течение игры были какие-то посторонние мысли, которые мешали сыграть еще лучше. Ну, и, соответственно, как от них избавиться, когда узнаю, стану, наверное, вообще легендой. Легендой своей игры. Максим, а, кстати, можно туда, в зал, в зрительный зал, взять с собой кого-то из родных, и нужно ли вам это в принципе? Да, это можно, со мной была супруга, поддерживала, очень переживала, и сказала, что ей, наверное, игра далась еще труднее, чем мне, потому что не могла даже аплодировать, держалась за голову постоянно, когда я рисковал, так переживала. Вы же рассказали, что есть у нас в Владимире сообщество таких вот интеллектуалов, которые пытаются, да, ну, на наше владимирском уровне, и в что, где, когда играют, наверное, да, и что-то вроде брейн-ринга. А как еще вы тренируетесь? Может быть, есть какие-то советы нашим зрителям, которые, может быть, тоже захотят попробовать свои силы? Ну, я считаю, что главная тренировка, это, конечно же, сам процесс игры. Первый момент, это я, например, сам веду и подготовлю игры, то есть это тоже некоторый момент поиска информации, обработки ее и так далее. Ну, и как посоветовали на кастинге редакторы своей игры, чтобы подготовиться к своей игре, смотрите свою игру. Максим, какую область знаний считаете своим коньком? Вот есть такая область знаний, в которой вы абсолютно уверены, и прям-таки спокойно в ней плывете и отказываете все? В этом многие знатоки видят подвох, когда есть какая-то твоя область, в которой ты сильно разбираешься, и задает тебе редактор вопрос, ты можешь как раз на ней попасться, и из-за своей расслабленности, собственно, и в большой минус уйти. Да, у меня есть тема живописи, мною очень любима, но иногда и на ней можно схлопотать, скажем так, отрицательные очки. Тогда спрошу вас, а что же является такой зоной, может быть, опасной для вас, то, в чем вы не всегда уверены и осторожничаете иногда? Ну, пожалуй, опера-балет. Опера-балет. Это совсем не подсказка для редакторов своей игры, для следующей игры. С Максимом этих вопросов, надеемся, не будет в игре. Если говорить про телевизионный эфир, для вас все-таки это новая ступенька, вы радиоведущий и обычно находитесь за кадром. Что здесь пришлось преодолевать? Может быть, какие-то новые для себя нашли моменты, над которыми нужно работать? Ну, единственный момент, я в какой-то момент, в самые первые секунды не мог понять, куда смотреть на Петра Борисовича, который задает вопросы, или в ту камеру, которая находится позади экрана, на котором высвечивается текст вопросов, и так метался. Но потом решил, что нужно смотреть на текст и ни о чем не думать, нажимать на кнопку и все. А так, чего-то нового. Ну, пожалуй, мне понравилось, как решают проблему с ростом игроков. Все же разного роста. Ну-ка рассказывайте. Оказывается, есть подставочки специальные для тех, кто пониже ростом, им подкладывают такую специальную дощечку, за счет которой все игроки одинакового роста. Обратите внимание в следующих играх. На самом деле, все игроки разного роста, кто-то нагло выше, кто-то нагло ниже, но в экране выглядят все равными. Я знаю, что свой секрет есть у Мантии, в которых выступают всегда игроки своей игры. Чувствуете себя сразу более таким знатоком, когда вы ее надеялись? Да, Мантия культовая вещь, конечно же, для этой игры. Но она уравнивает тоже в некотором смысле, кто, может быть, недостаточно богат, чтобы позволить себе роскошную одежду для телевидения. Ну, или просто, скажем так... Несерьезно относится к своему внешнему виду. Несерьезно относится к своему внешнему виду. Да, это все уравнивается за счет Мантии. Кто, кстати, игроки своей игры? Вы радиоведущий, зная, что есть учителя. А есть, может быть, какая-то область работы, и оттуда очень много знатоков попадает в свою игру? Ну, как мне кажется, наибольшее преимущество имеют те, кто имеет филологическое образование, потому что редакторы сами по образованию филологи. И, естественно, временами бывают перекосы в сторону вот таких вот глубоких знаний, которые можно получить в институте именно по направлению. Да, поэтому... Ну, и, соответственно, это мое личное убеждение, но, может быть, оно не соответствует. И если взять статистику, это может быть совсем по-другому. Максим, спасибо вам огромное, что сегодня вы были у нас в студии. Я знаю, что сейчас вас разрывают владимирские журналисты, и действительно очень много звонков и ваших интервью. Спасибо, что нашли время. И еще, конечно же, сегодня мы должны проанонсировать вашу следующую игру, для того, чтобы мы все вместе держали кулачки и болели за вашу победу. В эту субботу в 15.05 на нашем... на том канале, на котором идет своя игра, можно называть, да? Да, конечно. На канале НТВ в 15.05 смотрите, эта игра будет еще интереснее. И вообще, это самая интересная игра из всех, что я провел, в том числе и за кадром. Итак, встречаемся в эту субботу в 15.05 и болеем за Максима Кузнецова. До встречи. Дорогие друзья, прямо сейчас небольшая пауза. Далее мы вместе узнаем подробности ночи музеев, которая состоится в ближайшие выходные. Оставайтесь с нами.